На 12-м канале час новостей в студии Денису у нас. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Похищают воспоминания и требуют за них деньги. Переводы были 3, 5, потом мне говорили 500 долларов США. В предновогодние дни личные аккаунты россиян в соцсетях в опасности. Что делать, чтобы не стать жертвой мошенников? Сделали невероятное. Омский аэропорт принял полутора миллионного пассажира. К этой цели воздушная гавань шла последние пандемийные годы. Покажем, как встречали счастливчика. Нарядная на праздник нам пришла. Главная городская елка Омска – знатная путешественница. Сквер имени Дзержинского. Потом елка попала в сквер 1 мая. Вот. Затем вот сюда. Сколько локаций сменил символ новогодних праздников за последние 100 лет. Начали неравный бой против бездомных животных. Они пытаются их уничтожить. Неизвестные уже отравили собаку и сожгли будку. История о человеческой жестокости. И быть волшебником нетрудно. Даже суровым сотрудником Минобороны. Именно желание наших омских детишек. Руководство кадетского корпуса исполнило новогодние мечты двух юных омичей. Новогодние каникулы в Омске должны пройти без происшествия. Следить за обстановкой будут все структурные подразделения, администрации, дорожные и коммунальные службы города. Сегодня состоялось заседание комиссии ПЧС, на котором сформировали график работы на предстоящие выходные. Один из важных пунктов – обеспечение бесперебойной подачи тепла. В первые дни нового года в Омск придут морозы до минус 25. Специалистам поручено взять на строгий контроль состояние отопительных систем. На случай отключения электричества предусмотрены резервные источники электроснабжения. Готовы и дорожные службы. К другим темам. Неприятный сюрприз прямо под Новый год. Мошенники взламывают профили пользователей социальных сетей. Пользуются тем, что люди в предпраздничной суете теряют бдительность и таким образом обкрадывают за сутки сотни человек. Еще больший всплеск активности аферистов в силовике ожидают под Рождество. Какие приемы используют преступники и как не попасть на их крючок, напомнит Ангелина Рунова. 9 декабря они узнали мой пароль. И с 9 до 21 они читали всю мою переписку. Евгения ведет свою страницу в Инстаграме несколько лет. Аккаунт пестрит с семейными снимками. Демонстрирует и хороший достаток. Мошенники обойти стороной такой профиль не смогли. Справа аферисты пристально его изучали, учились копировать стиль письма, а после взялись за дело. Правда, о махинациях владелица стало известно уже позже, когда на виртуальной стене появился шокирующий спам-контент. Мне раздался телефонный звонок от моей сестры. Она говорит, срочно зайди, удали там кучу постов того, что там случилось что-то с Машей. С того момента я уже зайти не могла. Неверный пароль. Я пробовала зайти через страницу электронной почты, но электронная почта была тоже взломана, и сразу сделать все по горячим следам не получалось. От лица Евгении с подписчиками общалась преступница. Рассылала знакомым аудиосообщение, под запись рыдала, прикрепила липовые медицинские справки, оперировала достоверными личными фактами, персональными данными хозяйка профиля. Щедро делилась в соцсетях, что сыграло на руку аферистам. В итоге на призыв о помощи отреагировали десятки людей. Начали собирать заявленную в сообщении сумму – 1 миллион 250 тысяч рублей. Так как у меня друзей, родственников очень много по всему миру, и звонили и из Бельгии, и из Испании, и из Германии, по WhatsApp звонили, то есть переводы были 3-5, потом мне говорили 500 долларов США, вот с США переводили, 200 долларов переводили с США. Самый большой перевод, слава богу, его удалось предотвратить. Со мной связался с Алматы. Он, конечно, очень просил не называть его фамилию, имя. Очень значимый человек в Алмате. Позвонил по видеозвонку. Он сказал, что с ним связалась моя знакомая. И он готов сейчас одной кнопкой перевести 1 миллион 250 на рубли. Таким образом, в руках актеров-мошенников оказалось больше сотни тысяч рублей. И таких жертв аферистов уже немало. Они, конечно, ударили по больному, написали пост о том, что прошу помощи, моя мама чувствует себя очень плохо, ее с ковидом увезли в больницу, нужно около 500 тысяч, пришлите мне деньги на такую-то карту. Я уже сегодня на свежую голову пробила эту карту, и мне выдало, что карта зарегистрирована на территории Великобритании. Обе женщины уже обратились в полицию. Что касается Омска, в этом году на территории нашего региона силовики зарегистрировали почти 3 тысячи случаев мошенничества в соцсетях. Только за минувший январь почти две сотни афер. В новогодние праздники интернет-пользователи теряют бдительность и становятся легкой добычей. На сегодняшний день по-прежнему актуальным является такое мошенничество, как взлом страницы в социальной сети, в ходе которого злоумышленник, завладев логином и паролем учетной записи пользователя рассылает сообщения друзьям и знакомым данного человека с просьбой о переводе денежных средств. При получении подобного рода сообщений необходимо перезвонить, побеседовать с этим человеком, спросить, что случилось. Никакие финансовые действия производить вслепую в интернете попросту недопустимо. Эксперты подчеркивают, для защиты профиля в Инстаграме мало установить двуступенчатый вход. Нужна многоуровневая кодировка. Важно помнить, нельзя сообщать на посторонних ресурсах пароль от страницы. Восстановление прав у владельца профиля порой занимает несколько месяцев. Да и вернуть доступ к нему, как и переведенные мошенникам деньги, возможно, далеко не всегда. Дождались. В Омском аэропорту официально зарегистрировали полуторамиллионного пассажира. Внимание! На стойке номер 3, где производится регистрация пассажиров на рейс авиакомпании S7 Airlines в Москву, аэропорт Доматедово определился полуторамиллионный пассажир, обслуженный в Международном аэропорту Омск Центральный имени Дмитрия Михайловича Карбышева по итогам 2021 года. Счастливчиком оказался житель города Андрей Камионко. Ему подарили сертификат на перелет Омск-Домодедово и обратно, который можно использовать в течение года, а также бессрочное бесплатное обслуживание в бизнес-зале Омского аэропорта и сувениры. Как отметил гендиректор воздушной гавани Олег Селиверстов, ситуация постепенно стабилизируется, и аэропорт выходит на допандемийные показатели. Я думаю, это очень знаменательно, потому что мы в дальнейшей истории достигли такого пассажиропотока, что означает, что это будет получше, так сказать, что мы убираемся из прошлого подвижного года, потому что все просили, да, поэтому для нас очень важен такой этап в нашем развитии. Крайне неожиданно, конечно. Очень неожиданно. Когда мы подошли на регистрацию, я заметил, что что-то между вами происходит, кто скажет. Мы очень любим наш аэропорт, и я думаю, что с точки зрения того, как он развивается, я точно слежу. Радует, что у нас теперь будет своя авиакомпания, которая будет базироваться. Вы знаете, приятно. Да, поэтому за новостями следим. Спасибо за поздравления. Вас с наступающим Новым годом. Всего самого доброго. Напомню, предыдущее честование в аэропорту прошло 3 сентября, когда был зарегистрирован миллионный пассажир. Жительница области Валентина Лущикова, к слову, впервые летела на самолете и сразу вытянула счастливый билет. Меняет свое местоположение словно по волшебству. Праздник у главной городской елки омичи, оказывается, за несколько десятилетий встречали на самых разных площадках. Впервые хвойное дерево в Омске нарядили в 1765-м. Но тогда Новый год считался праздником исключительно семейным, и елку ставили только в домах, училищах, театрах, а не на улице. Под открытым небом массовые гуляния стали проводить только в советское время. Где располагалась главная новогодняя красавица в разные годы, в интервью Натальи Бельской рассказал краевед-историк Александр Лосунов. Традиция общегородской елки появилась уже в советский период. И вот на этом месте с 1949 года по 2005 год находилась общегородская елка. Я в детстве тоже сюда ходил. Были различные, естественно, сооруженные фигурки. Вот здесь прям стояла большая горка, с которой можно было покататься. Ну и вообще это был центр, собственно говоря, таких праздничных торжеств. Я правильно понимаю, в советское время елка в нарядном костюме вышла из дома и вот попала на эту площадь? Да, но не сразу. Потому что были у нас так получается, что место перемещения елки мы можем зафиксировать. В одно время это довоенный период и военный. Это вот, допустим, был сквер имени Дзержинского. Потом елка попала в сквер 1 мая. Вот, затем вот сюда. Давайте сейчас в сквер имени Дзержинского проедем и вспомним о елке военного времени. Хорошо. Вот здесь в конце 30-х, начале 40-х годов определили место первой дислокации вообще городской елки. Елка, вот по описаниям, значит, и в 41-м году здесь была елка, и в 42-м году. Но наиболее, конечно, запоминающимся была елка 42-го года. Здесь был залит каток. Здесь находился целый снежный городок фигур, причем фигуры патриотического содержания. Там орудийный расчет стреляет, снаряд летит, и немцы разбегаются. То есть вот такие скульптурные группы, они стояли вот здесь. Очень активное участие в их сооружении принял Кондратий Петрович Белов. В 48-м году елка стояла прямо перед Тарскими воротами. Да, совершенно верно. В сквере 1 мая, так тогда называлось это место, была устроена елка. Была устроена ледяная композиция «тройка», на которой большими буквами красовался 1948 год. И, может быть, в истории бы не осталась память об этой елке, если бы не омский фотограф Горохов, который сделал несколько снимков новогодних елок, в том числе и здесь. Мы сейчас в Омской крепости, где находится главная городская елка. Как я понимаю, именно отсюда и пошла традиция украшать зеленую красавицу. Именно здесь, в Омской крепости, в 1765 году, впервые мы встречаем упоминание о том, что была наряжена елка и проходил праздничный маскарад. Тут уже второй год подряд елки появились в таком виде, именно, можно сказать, светодиодные. И в ночное и вечернее время от нее можно получить действительно восхищение и восторг. Ну что ж, а мы можем пригласить омичей встретить Новый год вот здесь, в Омской крепости, рядом с такой красивой елкой. Да, и в историческом месте. Легендарный нападающий Александр Свитов возвращается в большой хоккей и в родной город. Игрок, завершивший карьеру в июне 2020 года, решил ее возобновить. Накануне он подписал контракт с командой высшей лиги Омские крылья. Свитов, уроженец Омска, в 2001 году был задрафтован клубом НХЛ «Тампа Бэйлайтнинг» в первом раунде под номером 3, самым высоким для мячей. Хоккеист сыграл за авангард 270 матчей, был капитаном нашей команды. А вот два своих кубка Гагарина взял вдали от родного города в Уфе и Казани, где также возглавлял игроков. Исполнение мечты под самый Новый год. Организаторы «Елки желаний» преподнесли приятный сюрприз еще двоим юным мячам. Буквально за день до праздника. Восьмилетние близнецы Саша и Артем загадали попасть на экскурсию в Омский кадетский корпус. Услышали ребята в воздушно-десантных войсках, причем в Москве. Сегодня для них провели индивидуальную экскурсию. Понравился ли подарок, расскажет Константин Лондон. Первые шаги к военной профессии в современной России, кстати, как и сто с лишним лет назад, начинаются с кадетского корпуса, его истории и истории подвигов выпускников. А их было немало, поэтому для главных гостей Саши и Артема Казимирских большую индивидуальную экскурсию начали с музея. Вот здесь уже Великая Отечественная война началась. Когда немцы, фашисты напали на нашу страну, то на базе училища было образовано три стрелковых дивизии. Дальше еще интереснее. Ребятам показывают классы одного из самых современных военно-учебных заведений. Несмотря на свой восьмилетний возраст, мальчишки даже смогли сесть за руль военного грузовика. Какая военная подготовка без оружия. В этом кабинете можно было не только увидеть, но и подержать в руках настоящие автоматы, винтовки, пулеметы и даже гранатометы. И куда же без фото на память в такой экипировке. Ты улыбайся, вот, а то как будто на войну завтра. Попасть в Омский кадетский корпус Саша и Артем хотели давно. Их папа – офицер десантных войск, дед – ветеран Великой Отечественной. Несмотря на то, что мальчики учатся только во втором классе, они уже твердо решили связать свою жизнь с военной службой. Хоть они и близнецы, но предпочтения у них немного разные. Саша, я буду в армии, я хочу быть, как Александр Суворов, там, ух, до всех высоких чинов. Или, оказывается, еще был Александр Невский. А кто круче, Александр Невский или Александр Суворов? А давайте это изучим. Армия. Ну, я бы, может быть, говорит Артем, лучше бы был врачом. Но врачом не простым, врачом военным. Решение подарить индивидуальную экскурсию по кадетскому корпусу омским мальчишкам было принято на уровне командования воздушно-десантными войсками страны. В воздушно-десантных войсках была такая же елка, как и у президента, у министра обороны, с желаниями детишек. И получилось так, что заместитель командующего по военно-политической работе Виктор Мефодьевич взял именно желания наших омских детишек. Ну, а в Омске его с удовольствием исполнили. В ходе экскурсии ребята побывали в специально оборудованных кабинетах физики, биологии, информатики и робототехники. Смогли проявить себя в шахматах. Но, пожалуй, самым зрелищным и запоминающимся стало посещение инновационного класса. Здесь Саша и Артем участвовали в виртуальном сражении за рулем боевой машины десанта. Полуторачасовая экскурсия пролетела как миг. Увидев быт современных кадет и то, как готовят будущих офицеров, Саша и Артем твердо решили поступать в Омское военно-учебное заведение. Осталось только немного подождать. Принимать в кадетский корпус начинают с пятого класса. Но ребята к этому готовы. Константин Лондон, Павел Манжос и Дмитрий Алдыгепченко. 12 канал. И смотрите во второй части выпуска. Начали неравный бой против бездомных животных. Они пытаются их уничтожить. Неизвестные уже отравили собаку и сожгли будку. История о человеческой жестокости. И Дед Мороз, и Снегурочка в одном лице. Здравствуйте. Здесь девочки. Да, да, это маме твои. Сенатор Отомской области Елена Мизулина исполнила самые заветные желания маленьких омячей. И предновогоднее чудо в одной из омских девятиэтажек. Из пятидневного плена спасли кота. Операцию возглавил специалист по спасению животных с Урала. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора вместе с омской таможней остановили большой груз, который перевозил мясо и рыбу из Китая. Фура следовала из Киргизии и пересекла границу в Челябинской области. Все необходимые документы на товар отсутствовали. 17 килограммов контрафактного груза пришлось уничтожить. Также в печь была отправлена партия семян, которую перевозили без фитосанитарного сертификата. Вообще же за весь 2021 специалисты Умского управления Россельхознадзора и таможенники задержали 540 тонн продукции, которую транспортировали без документов. В основном ввозили ее из соседнего Казахстана. Отравляют жизнь бродячим собакам от человеческой жестокости страдают бездомные животные на окраине Умска. Люди утверждают, устали от их лая, а потому решили избавиться от таких соседей. Уже погиб один пес. Чтобы прогнать животных с улицы, люди даже сожгли будку, которую специально на зиму для них смастерил один из местных жителей. Кто может спасти дворняк, расскажем в сюжете. Валерий Пономарев кормит бездомных собак ежедневно, говорит, не может просто пройти мимо. Однако такую любовь к братьям нашим меньшим разделяют далеко не все жильцы домов на второй учхозной. Этих собак кормим не только мы с женой, и многие другие подходят, приносят им еду. А есть, конечно, и против, которые настроены против этих собак. И вот они пытаются их уничтожить. В начале месяца Валерий нашел на своем гараже записку от противников соседства с животными. Люди не только выплеснули на бумагу свои эмоции, но и рассказали о последствиях, которые ждут собак. Была угрожающая записка, угрожающая характера, где были указаны медикаменты, которыми будут уничтожены эти собаки. И будут сожжены эти будки. Угроза, рассказывает мужчина, все же привели в дело. Погибла одна из трех собак, у нее осталось четыре щенка. Из-за чего умерло животное, сейчас устанавливает экспертиза. Однако люди на этом не остановились. Мы уже успокоились, думали, этот человек успокоился. Нет, прошло семь дней, сгорело, подожгли будку. Будку Валерий построил сам еще осенью. Однако теперь псам негде даже погреться, действовать в открытую. Говорит мужчина, люди не решаются, остаются инкогнито. Вину на себя никто не берет. Впрочем, как и не указывает на тех, кто мог это сделать. Нам удалось поговорить с одной из соседок Валерия. По словам очевидцев, она тоже высказывалась против присутствия собак вблизи домов. Ну, записку я не писал угрожающую. Я написал, чтобы они будку просто перестали туда в отбор. А вот там еще будка, получается, потом сгорела, а кто поджег, вы тоже не знаете? Нет, это я не знаю. Когда сгорела будка? Ну, кто-то поджег, да. Вот где-то неделю назад нам сказали. А, я не знаю, понятия не имею. Я вообще не собирался ничего, я просто написал. Вопрос, говорят соседи, могли бы решить службы по отлову животных. Однако юристы напоминают содержать в вольерах бездобных собак и не выпускать их обратно на улицу. Такая норма законом больше не предусмотрена. Согласно законам ответственного обращения животных, у нас сейчас существует единственный способ регулирования численности безнадзорных животных. Это отлов, стерилизация, возврат. Поэтому хотят соседи этого или нет, нравится им это или нет, это предусмотрено законом. У собак, которые обитают в этом дворе, есть специальные бирки на ушах. А значит, им провели все необходимые процедуры. Подкармливать таких животных, как и строить для них будки, закон не запрещает. Поэтому недовольным жильцам все же придется смириться с таким соседством. А вот если люди попробуют избавиться от проблемы кардинально, как и в случае с первой собакой, здесь уже зоозащитникам можно будет подать в суд. Хотя доказать вину и найти того, кто отравил псов, будет очень непросто. Омские медики к новогодним каникулам готовы. Пока все будут отдыхать, врачи останутся на посту. О работе медучреждений в праздничные дни рассказали сегодня. Стационары, скорые и родильные дома будут работать круглосуточно. В поликлиниках омичей будут принимать до 15-30, причем просят предварительно записаться. Вызвать врача на дом можно с 8 до 14 часов. Женские консультации работают только 3 и 6 января. При необходимости можно обратиться в стационар. Все праздничные дни в поликлиниках и торговых центрах будет проводиться вакцинация. Сделать это можно даже 31 декабря. Вся вакцина, все четыре вакцины в учреждениях есть в достаточном количестве. Если вдруг будет такая феерическая активность граждан, мы готовы довести вакцину. У нас достаточное количество еще и на складе вакцины. Поэтому никаких проблем по медицинскому обеспечению граждан у нас возникнуть не должно. Как отмечают в Роспотребнадзоре, чем больше людей привьется, тем с меньшими потерями удастся выйти из пандемии. Сейчас в регионе заболеваемость с ковидом идет на спад, но ситуация до сих пор нестабильна. Не стоит также забывать про грипп и ОРВИ. Поэтому врачи просят о мячей помнить о том, что Новый год – семейный праздник. Лучше встретить его в узком кругу и поменьше посещать различные мероприятия. А если выбрались куда-то, соблюдать санитарные нормы и масочный режим. Да, мы понимаем, что сейчас, наверное, все устали от масок. Это кому-то неудобно, кому-то не хочется. Но надо понимать четко, что на сегодняшний день это необходимость. Это та необходимость, которая способна максимально в разы снизить риски заболевания человека. Звезды федеральной политики и просто неравнодушные жители со всей страны продолжают принимать участие в акции «Елка желаний». Исполняют мечты детей. Не остался в стороне Александр Бурков. Накануне губернатор прочитал открытки с пожеланиями от троих ребят. И вскоре они получат долгожданные подарки. В роли новогоднего волшебника побывала и сенатор Елена Мизулина. Ксения Пашкова увидела, как исполняются мечты. Здравствуйте. Доченька. Да, да, это маме твоей, Елене Николаевне. Еще до Нового года с подарками на пороге семьи Белицких оказался даже не Дед Мороз, а сенатор. Пока взрослые беседуют, дети незамедлительно приступают к распаковке. Нет, она такая огромная. У тебя ленка. Десятилетний Кирилл обожает собирать конструктор. Это его главное хобби. Теперь он точно не соскучится. А вот его сестра, семилетняя Варя, попробует себя в роли строителя. Ей предстоит собрать для своих кукол огромный дом. Восторг девочку приводит буквально каждая деталь. Не остаются в стороне от эпицентра всеобщей радости и Елена Борисовна. Так радоваться могут только дети. Такие подарки для ребят – просто мечта, говорит их мама. Я очень рада и благодарна за такое внимание и за встречу с такими людьми, что исполняются детские мечты. Так вот, раз, пришли и исполнились. Мои мечты уже исполнились, их двое, и они рядом со мной. О Белецких Елена Мизулина узнала от своих помощников и решила исполнить заветные мечты ребят в рамках проекта «Елка желаний». Это хороший, добрый проект. Пусть это категория малых дел. То есть для каждого человека это может быть небольшое дело. Одна семья, два, три ребенка. Но из такого рода маленьких дел складывается одно большое добро и атмосфера добра. На этом сюрпризы от сенатора не закончились. Как обычно полагается новогоднему волшебнику, Елена Мизулина отправилась с подарками в другой дом. На этот раз к 15-летнему Глебу Махневу и его маме. Здравствуй, мой дорогой. Молодец, что написал. Молодец, что направил свое желание. Мы прочитали и к тебе пришли. Для Глеба подготовили даже не один, а два подарка. Помимо сладостей ему принесли поющего тигра. В семье Махневых это важно. Они задались целью собрать всю коллекцию символов года. Каждый год мы покупаем, что в 12 было. Вот мы всегда мы покупаем. А вот второй подарок – новый мобильный телефон. С его помощью Глеб слушает радио. Слушать радио. Он любит слушать музыку. И вообще все музыкальные игрушки он любит. И радио. Ловит станции сам он. И слушать больше ничего. Я что смарт-часы хотел. Сказала, что они не музыкальные. И он сказал телефон тогда. Желание Глеба Елена Мизулина узнала также с помощью елки желаний. Правда, в этот раз и благодаря интернет-платформе. Набрала наш омский регион, город Омск. И у меня вышла вот эта елка, на которой было пять номеров. Я для себя решила, что я выберу номер пять, потому что я всегда отличница. И вроде как бы этот номер для меня простой, должен быть хороший. Так и оказалось, когда я нажала на этот номер пять, передо мной фотография. Фотография Глеба. Последовать примеру сенатора и самому стать Дедом Морозом для детей может каждый омич. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте елкожеланий.рф и исполнять мечты. Ксения Пашкова, Сергей Никифоров, 12 канал. Новогоднее чудо в рамках акции свершилось для еще одной омички. Депутат Госдумы о Томской области Александр Ремесков исполнил мечту Стеллы Зуевой. Девочка мечтала о новом телефоне, свой она разбила. Смартфон нужен школьнице для учебы. В семье Стеллы трое детей, поэтому самостоятельно исполнить такое желание дочери родителям непросто. Чтобы порадовать всех членов семьи, депутат также отправил им сладкие подарки и корзину фруктов. С завтрашнего дня Россия уходит на каникулы. 12 канал подготовил специальную программу на длинные выходные. Готовиться к празднику омичи смогут под любимые фильмы и концерты. Скучно не будет и детям, для них покажем мультфильмы. 31 декабря в программе «Когда зажигаются елки» советская нестареющая классика. Мы очень старались порадовать наших зрителей на новогодних каникулах, праздники длинные. Начнем с 31 декабря. Традиционно уже не первый год у нас выходит советская классика. Это тот самый Мюнхгаузен, зимний вечер в Гаграх, обыкновенное чудо. То есть зрители могут посмотреть полюбившиеся фильмы. Естественно, конечно, вечером это час новостей в 19.30. Ну а за 10 минут до боя курантов новогоднее обращение губернатора Омской области, затем президента. С 1 января в эфире проекты собственного производства. Программы Светланы Веретенниковой «Плей и штрихи к портрету». Вновь увидеть омичи смогут и «Столпы севера», цикл фильмов о старинных соборах Омской области. Обязательно покажем премьеры. Фильмы «Не сломлены» о легендарном Карбышеве 5 января в 22.30 и 6.00 в 17.00. И историю спасения мальчика, которая легла в основу ленты «Я иду тебя искать» 8 января в 16.45. Также повторим документальный фильм о послевоенном Омске по следам черной кошки. Хорошее настроение подарят комедии. Это «За 5 минут до января». «Новогодний экспресс», «Когда попадет мороз» и «Новогодний переполох». И, конечно, хоккей. В прямом эфире 12-го канала игры «Авангарда». 3 января омские ястребы сразятся с московским ЦСКА. 5-го с автомобилистом. 7-го команда сыграет с «Динамо Минск», а 9-го с «Витязем». Кроме этого, Андрей Блохин подготовил новый выпуск программы «Овертайм». Смотрите его 6 января в 20 часов 15 минут. И последнее. Омского кота пришлось спасать уральцам. Животное пять дней провело в вентиляционной шахте. Как оказалось, кот оторвал гофру с вытяжки на кухне и пролез в образовавшуюся дыру. В итоге оказался на дне вентиляционной шахты девятиэтажного дома. Владельцы четыре дня пытались достать путешественника, но безуспешно. На помощь пришел специалист по спасению животных из Екатеринбурга. В ближайшем рейсом он вылетел в Омск. Чтобы вытащить кота, на него решили надеть веревочную петлю. Причем осуществить задумку удалось лишь через несколько часов из-за особенностей конструкции шахты. Хозяева сразу отвезли зверя в клинику. По словам ветеринаров, кот серьезно не пострадал. Заработал пару ссадин и обезвоживание. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Выбирать будущее – это роскошь. BMW iX. Роскошь нового разряда. У нас в подъезде всегда чисто и светло. Управляющая компания «Еврокомфорт». Размещение рекламы в лифтах. Лифт 55 50 98 84. Спонсор прогноза погоды и по Ефременко Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов». Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Завтра 31 декабря в Омске малооблачная температура воздуха. Ночью минус 18-20, днем 15-17 градусов ниже нуля. В районах облачь на ночью минус 20-22, в дневные часы 16-18 мороза. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Распродажа меда с 14 января по 13 февраля. Большой ассортимент натурального меда с пиргой и восковой молью. Цветочный, маточное молочко. Акция при покупке одного килограмма меда, второй килограмм цветочного меда. В подарок ТД Корона, остановка ДК Баранова, экспо-форум, остановка ТРЦ Континент и ДК Малунцева. На сегодня это все новости. Итоги года на 12-м канале подведем 31 декабря в 22.30. Не пропустите. Субтитры подогнал «Симон»!